Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Наводим резкость» и я ее ведущий Сергей Киреев. Ну вот, а то я уже засомневался в своих способностях к аналитическому мышлению. Наконец-то Михаил Степанович, епископ Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской, сделал такие заявления, где осудил начальствующего епископа Росского Е Сергея Васильевича Риховского и Союз Росского Е в целом. Я не то чтобы хотел, чтобы он это сделал, но я ждал. Почему? Потому что всякие коганамуксюмики, пидорожные уже давным-давно сделали эти заявления, а Михаил Степанович все молчал. Это было несвойственно для него. Буквально вчера протестантские новостные ресурсы озарило ярким пламенем свежая новость, что епископ Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской Михаил Степанович Паночко осудил деятельность начальствующего епископа Росского Е Сергея Васильевича Риховского. А сам Союз Росского Е он назвал, внимание, искусственно образованной альтернативной платформой для разнородных новейших образований. Какое мощное определение. Знаете, под это определение можно применить целую кучу государств, которые в 90-е годы были образованы совершенно искусственно, как альтернативы для России. Ну ладно, речь сегодня не об этом. Мы поговорим сегодня о самом Паночко, о его заявлении и почему он его сделал, а также почему я ждал, что это должно было произойти. Итак, давайте разберемся, почему пан Паночко, как красиво звучит пан Паночко. Итак, почему пан Паночко сделал такое заявление в угоду фашистскому режиму и своим друзьям из СБУ. Для этого мы должны разобраться, кто же такой пан Паночко. Итак, Михаил Степанович Паночко родился в 1951 году в городе Сулимове Львовской области. Он выходец из Западной Украины. Родился он в семье верующих христиан, которые активно работали с УПА ОУН. Для тех, если кто-то вдруг не знает, УПА это украинская повстанческая армия, а ОУН это организация украинских националистов. В простонародье мы их просто называем бандеровцы. И вот семья Паночко и вся община в городе Сулимове активно сотрудничали с бандеровцами. Откуда я это знаю? Из открытых источников. В Одессе в 2011 году Анатолием Васильевичем Речиковец была издана книга, которая называлась «Воздвигнутые Богом». В этой книге описывались биографии глав четырех основных протестантских конфессий Украины. И одна из историй была посвящена семье Михаила Степановича Паночко. В частности, там рассказывалось о том, как при участии украинских пятидесятников был расстрелян якобы сотрудник НКВД, как они сотрудничали друг с другом, как родственники вот этих Сулимовских пятидесятников помогали украинским повстанцам, и как украинские повстанцы помогали сулимовским пятидесятникам. Стоит отметить, что там же рассказывается о том, что родная тетя Михаила Степановича Паночко была осуждена и отправлена в лагеря за сотрудничество СУПА, в частности за то, что она помогала им, принося им постоянно еду. Кстати, автором книги является Анатолий Васильевич Райчиковец, это сын украинского епископа Василия Райчиковец, и он является сотрудником украинского библейского общества, где является заместителем генерального секретаря организации и возглавляет отдел по внешним связям. Я думаю, что таким источникам стоит верить, при том, что книга получилась широкое распространение, и вы даже можете найти ее в сети интернет. Я не буду вам рассказывать про весь путь Михаила Степановича, честно говоря, я, может быть, его весь и не знаю. Но скажу о том, что после известных событий на Майдане в 2014 году было несколько встреч российских и украинских епископов протестантских церквей. И вот Михаил Степанович Паночко был как раз тем самым епископом, который отказался, и даже, я так скажу, не просто отказался, а заблокировал то, чтобы украинские и российские епископа сделали совместный меморандум о единстве церквей и об обрателенной позиции, которую они выработали в отношении событий, произошедших на Майдане. Паночко не только заблокировал такой меморандум, он еще отказался принимать совместные причастия, а по приезду из Иерусалима сделал несколько таких амбициозных заявлений, интервью, где сказал, например, вот такую вот фразу, то, что он считает необходимым полностью разбить веками навязываемый лживый догмат, что россияне наши братья. Я думаю, вам уже становится понятно, почему я ждал, что Паночко сделает такое заявление, но это еще не все. Я думаю, что после 2014 года Михаил Паночко сделал все, чтобы разбить в кавычках этот лживый догмат, что русские и украинцы являются братскими славянскими народами. Потому что в 2017 году, в дни празднования 500-летия реформации, Михаил Паночко выступил с очень ошеломляющим заявлением в своей проповеди. В частности, он сказал, что во всех событиях, которые происходят на Украине, виноват, конечно же, не Майдан, но виноваты Донецкие. Более того, Донецкие виноваты в том, и вот эти все события постигают Украину за то, что Донецкие разговаривают на русском языке, а не на украинской мове. И за это по ним нужно сильнее вдарить градами. Не верите? Посмотрите сами. Бо битва в любой момент. Кто думал на Донбассе, что будет такая проблема, правда? О, Донецкие себя слышали круто. Ага, пропала крутизна. Хотя за залишки лишились, я вижу. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН Это к вопросу о том, есть ли на Украине бандеровцы и запрещают ли на Украине русский язык. Этим занимаются главы протестантских церквей, в частности глава церкви христиан веры евангельской Украины Михаил Паночко. И мне бы очень хотелось посмотреть, как Михаил Степанович Паночко посмотрит в глаза детям Донецка, Донбасса, которых убили этими самыми градами, в честь которых была построена аллея ангелов в Донецке. Мне бы очень хотелось посмотреть, чтобы он поглядел в глаза родителям этих детей, посмотрев в глаза жителям Донбасса, о которых он говорит, что он любит их, так что готов их уничтожать градами. Или еще треба крепче ударить градами? Донбасса Донбасса Чем сегодня занимается Михаил Паночко? Ну, в принципе, как обычно. Дает интервью о том, что церковь имеет право отлучать политиков, которые поддерживают военную операцию или войну. Мне просто непонятно, каким образом Михаил Степанович решил отлучить Владимира Путина от церкви, если Владимир Путин не является прихожанью на его церкви, вообще протестантом и пятидесятником. Ну, это бог с ним. Это все на совести Михаила Степановича. Но также союз Михаила Степановича активно занимается получением гуманитарной помощи из Соединенных Штатов Америки. Почему он получает помощь из Соединенных Штатов Америки? Потому что союз УЦХВЕ, Украинская Церковь Христиан Веры Евангельской, ну, как РЦХВЕ, Российская Церковь Христиан Веры Евангельской, является составной частью американской пятидесятнической ассамблеи Божьей. Итак, церкви УЦХВЕ активно получают гуманитарную помощь из Америки и не менее активно ее продают. Как такой вам оборот? Да, это, знаете, это не просто слухи, это не просто сплетни, это не просто какие-то домыслы. Имеется десятки фактов, которые засвидетельствованы о том, как церквами УЦХВЕ распродается гуманитарная помощь из Соединенных Штатов Америки. Более того, не так давно на Украине прошло уголовное дело, был суд, который осудил двух миссионеров УЦХВЕ, которые продавали гуманитарную помощь, внимание, на сотни тысяч долларов США. Да, это не слова, это судебные заявления. И американские христиане, вы сейчас видите ссылки, да, как бы на статьи, на заявления, они очень обеспокоены тем, что Михаил Степанович Паночко покрывает всю эту деятельность, никоим образом не осуждает продажу гуманитарной помощи, и, судя по всему, является соучастником этой коррупционной схемы. Итак, теперь, я думаю, вам понятно, почему я ожидал, что Михаил Степанович сделает такое заявление. Конечно, знаете, если честно сказать, уже все пидорожные и максимюки давным-давно такие заявления сделали. И почему Михаил Степанович проснулся только сейчас, мне не очень понятно, с чем это связано. СБУ надавило или гуманитарную помощь нужно какую-то получить, американские товарищи его как-то к этому поджуживают. В общем, это не мое дело. Мое дело наводить резкость и показывать вам, откуда растут ноги определенных процессов, которые происходят в нашем христианском обществе. Ну, надо отдать должное, что заявление Михаила Степановича Паночка есть. И сегодня я не буду его разбирать детально, а разберу его в следующем видео. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, нажмите значок-колокольчик, чтобы сразу получать уведомления, читайте портал Светоч, также подпишитесь на канал Светоч в Телеграме, а также на мой личный канал в Телеграме, чтобы быть в курсе всего, чем мы занимаемся. Отдельная благодарность для всех людей, кто жертвует на помощь беженцам с Донбасса. Ваши пожертвования очень цены. И в своем Телеграм-канале я регулярно освещаю то, каким образом и какую помощь мы оказываем людям, которые пострадали из-за градов, которые благословил епископ Михаил Паночка. Поэтому подписывайтесь, ждите следующее видео, оно будет скоро. Пусть Бог благословит вас!